В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава муниципалитета Алексей Спаски провел еженедельное оперативное совещание. Необходимо определить места разрешенного запуска пиротехники в новогодние праздники. В Ленинском городском округе отметили День волонтера. Волонтеры это все-таки особенные люди. Почему они особенные? Потому что у них сердца наполнены такой добротой, которой они хотят делиться с людьми. Федеральная налоговая служба в этом году отмечает юбилей. Служба развивается динамично, очень быстро и в соответствии с требованиями времени. Глава Ленинского городского округа Алексей Спаски провел оперативное совещание с руководителями служб и организацией Ленинского городского округа. Мероприятие прошло в зале районного центра культуры и досуга. Традиционно встреча началась с награждения. Представитель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Раченко вручил нескольким представителям молодой гвардии партии «Единая Россия» «Почетные грамоты Московской областной думы». После чего участники совещания перешли к отчетам руководителей различных служб по итогам работы за прошедшую неделю. Традиционно повышенное внимание к ситуации с распространением в округе коронавирусной инфекции О ней доложил главный врач Винновской районной клинической больницы Бутай Бутаев. В прошедшую неделю у нас выявлено 311 случаев новых подражений коронавирусной инфекции. Однако выздоровевших у нас больше 395. Часть в данный момент у нас находится под амбулаторным лечением. На амбулаторном лечении 2,5 тысячи пациентов наших жителей. Из них 400 – это пневмонии вирусные. Настоящий много контактов пациентов – это 400,5 тысячи, из них 500 детей. Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу МЧС России Олег Савченко затронул вопросы пожарной безопасности в связи с приближающимися праздниками. Необходимо определить места разрешенного запуска пиротехники в новогодние праздники. Соответственно, требованиям регламента Томоженного союза по безопасности пиротехнических изделий установить там знаки и инструкции по безопасным мерам применения пиротехники. Директор МФЦ «Мои документы» Николай Бондаренко отчитался, что за прошедшую неделю многофункциональный центр принял и обработал более 11 тысяч заявлений и поделился хорошей новостью. На прошлой неделе завершился заключительный этап областного конкурса названия «Лучший работник МФЦ Московской области». С большим отрывом победил наш работник, наш оператор МФЦ Стародворова Юлия. Она же будет представлять Московскую область на всероссийском конкурсе. Свои новости озвучила и начальник Ленинского управления социальной защиты населения Елена Гусева. Она сообщила, что в ближайшее время у муниципального центра занятости появится новый руководитель и рассказала о своей поездке в Дом правительства Подмосковья. Я сопровождала в Дом правительства Московской области нашу многодетную маму Юлию Федорову, маму пятерых детей, жительницу города Видное, которая из рук губернатора получила знак «Материнская слава». Выступавшие на собрании руководители управляющих компаний, служб и подразделений городского округа сообщили, что чрезвычайных ситуаций на территории муниципалитета за прошедшую неделю не было. Федеральная налоговая служба была создана в сложное время, период масштабных реформ при переходе российской экономики от плановой к рыночной. Нынешний год для ведомства юбилейный. С профессиональным праздником сотрудников налоговых служб поздравили глава Ленинского городского округа и депутаты. Тему продолжит Александра Столярова. В небольшом конференц-зале собрали самых лучших и активных работников Федеральной налоговой службы номер 14. В теплой атмосфере они получили благодарность от главы и депутатов Ленинского городского округа. В нынешних условиях самое главное не болеть, сохранять тот же самый оптимизм, который у вас есть, выполнять, чтобы начальство вам было довольным, и чтобы вы были удовлетворены своим начальством. Поздравляю! За 30 лет налоговые органы прошли стремительный путь развития. В этом заслуга и тех, кто стоял у истоков, и нынешних сотрудников инспекции. Елена Синяева буквально свидетель большой истории. В налоговой службе она работает уже 23 года. Каждый год происходит огромное преобразование и в законодательстве, и в техническом оснащении. То есть служба развивается динамично, очень быстро и в соответствии с требованиями времени. На сегодняшний день в налоговой службе муниципалитета трудится 160 человек. И хотя в этом году они работали в ограниченных условиях, инспекция не сдала позиции и показала высокие результаты. Мы уже перевыполнили план 2020 года, несмотря на тяжелую экономическую обстановку, несмотря на пандемию, мы уже к уровню прошлого года прирост составляет 110%. И это еще не предел, ведь впереди декабрь, а значит и проведение мероприятий по налоговому контролю. Александр Стелирова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого. Очередной случай незаконного сброса мусора был выявлен на территории Ленинского городского округа. На этот раз виновник попал в собственную ловушку. На кадрах, снятых нашим мобильным репортером в районе Зеленого шоссе, что в горках Ленинских видно, не успев исполнить задуманное, по всей видимости, неопытный водитель большегруза застрял. Горе нарушителю ничего не оставалось делать, как сбежать с места происшествия. Мы рядом с Москвой находимся. Самосвалы идут, которые валят этот мусор по всем и полям, и лесам, где остались еще места. Любой нерадивый, как будем говорить так, собственник земельного участка, пытается за дорогу себе сделать не из щебня, как это положено, а каким-то строительным мусором. И это все уходит в землю, это все идет в воды, это все идет в наши реки. В последнее время работа по выявлению и предотвращению подобных случаев сброса мусора была усовершенствована. Помимо организации рейдов засада, проводится патрулирование земель лесного фонда. К работе подключаются все заинтересованные структуры – Госадомтехнадзор, полиция и администрация. В соответствии с исполнением поручения губернатора в данном направлении пошли шире в муниципалитете, закупаем фотоловушки, которые тоже способствуют определению данных нарушений, фиксации данных нарушений и, соответственно, неизбежно будет наказание. В данный момент закуплены фотоловушки, устанавливаются в разных местах, они передвигаются периодически. Идет фиксация самого нарушения и, соответственно, после фиксации нарушения, то есть сброса мусора, фиксации транспортного средства, оперативная информация с фотоловушки в течение нескольких секунд передается в единую диспетчерскую службу. И дальше существует алгоритм, который рассказывать не буду, но оперативно на место выезжают все сотрудники, которые необходимы для различных процессуальных действий. Большую помощь могут оказать общественники, которые проводят рейды, и просто жители, ставшие свидетелями сброса мусора. По словам руководителя 25-го территориального отдела Госадомтехнадзора Игоря Винокурова, мусор выгружают и на контейнерных площадках, что также является серьезным нарушением. Подъезжают самосвалы, тоже вываливают, или газели какие-то непонятные, откуда они привозят, из Москвы, из магазинов, понимаете? Вот это фиксируйте, люди, фиксируйте просто номер, сброс, и выкладывайте это в соцсети. Сотрудники Госадомтехнадзора мониторят ситуацию и наказывают виновных. В настоящее время к подобным нарушителям предъявляют строгие санкции от отправки транспортного средства на штрафстоянку до возбуждения уголовного дела. За текущий год в Ленинском городском округе было составлено более 20 протоколов. От административных правонарушениях вынесено 42 постановления о назначении штрафа на сумму порядка 200 тысяч рублей. Всемирный день волонтеров. Хоть отмечается 5 декабря, мероприятия, связанные с праздником, обычно растягиваются минимум на 7 дней. Глава муниципалитета Алексей Спаский поблагодарил этих самоотверженных людей за бескорыстный труд и вручил им благодатственные письма и памятные подарки. Они приходят на помощь к совершенно незнакомым людям, добровольно окружая вниманием самых незащищенных жителей нашего округа – инвалидов, одиноких пенсионеров и многодетной семьи. В условиях пандемии коронавируса волонтеры вызвались помочь медикам, а также гражданам, которые болеют COVID-19 и находятся на самоизоляции. Волонтеры – это все-таки особенные люди. Почему они особенные? Потому что у них сердца наполнены такой добротой, которой они хотят делиться с людьми, хотят помогать и заботиться о каждом, кто не может заботиться о себе. Житель нашего округа может быть спокоен. Он может понять, что если он останется один и будет в преклонном возрасте, что у него есть мы, и мы ему обязательно поможем. Сейчас в волонтерском штабе муниципалитета рядом общественного движения «Волонтеры Подмосковья» работают более 30 человек. Со Всемирным днём волонтера, который отмечается 5 декабря, их поздравил глава муниципалитета Алексей Спаский. Благодарственные письма главы и памятные подарки получили более 20 человек. Пожелать можно только здоровья, потому что, ну, хотим или не хотим здоровья сейчас, оно самое главное, да, и не утратить вот этого оптимизма, и не утратить той щедрости душевной и готовности ей делиться с окружающими. Спасибо вам огромное, человеческое. Вера Сергеевна Мандрыкина из посёлка Володарского уже 25 лет занимается волонтерством и приобщает к нему молодое поколение. Без волонтеров я не могу жить. Это та стихия, возраст 15-18 лет, с которыми мне очень удобно работать. И без них ни я, ни они. Мы целая одна команда. Несмотря на свои слегка за 60, Вера Сергеевна вместе с ребятами из волонтерского клуба «Бумеранг» сейчас помогает медикам в амбулатории Володарского, а по вечерам волонтерит на акции «Щедрая корзина». Её юных соратников Никиту Забродина и Злату Белозер также отметили наградами. Нужно всегда есть. Нужно всегда кому-то помогать. И добрые дела – это всегда плюс людям служат. Всегда есть, кому нужна помощь. Каждый день в волонтерский штаб «Мы рядом» поступает в среднем 30-35 заявок. С начала октября их уже выполнено свыше 500. Ребята справляются, но рук, как говорится, не хватает. Если вы хотите стать волонтером, сделать это очень просто. Достаточно написать на страницу волонтерского штаба в социальных сетях или позвонить по номеру 8 925 120 39 30. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Винетва. В продолжении темы. 2020 год, когда из-за пандемии резко выросло число людей, нуждающихся в помощи, стал настоящим пиком активности для волонтеров. В Ленинском городском округе добровольцы регулярно проводят различные акции и мероприятия. Екатерина Коваленко расскажет об одном из них. Несильный мороз, невыходной день и останавливают волонтеров нашего муниципалитета. И вот на станции Расторгуева проводится очередная профилактическая акция. Прохожим напоминают о том, что маска – это важный элемент защиты. И носить ее нужно. И, конечно, не в кармане, а надевать как положено. На формах электропоездах действует масочный режим. Пожалуйста, надевайте масочки. Сейчас за отсутствие маски у человека в людных местах, в том числе при проезде в общественном транспорте, предусмотрен штраф в 5000 рублей. Но и это не самое главное. Дело в их здоровье. И мы пытаемся каким-то таким образом хотя бы принудить, постараться людей, скажем так, чтобы они проявили самосознательность и одели маску. И большинство эту сознательность проявляет. На платформе Расторгуева редко можно встретить пассажиров без маски. Практически все соблюдают масочный режим. Лучше маски, а потом, думаю, нужно. Все лучше, чем ничего. Поможет, наверное. Всегда носите маску? Ну, где положено, да. Участвовали в акции в этот день и совсем юные добровольцы, ученики видновских школ и воспитанники МБУ «Энергия». 14-летний Иван Белагин стал волонтером только в этом году, но с каждым днем желание помогать только крепнет. Я не безразличен к людям и хочу, чтобы вирус остановился и не распространялся. Так как люди, некоторые, может быть, неосведомленные, я пытаюсь их осведомить. В минувшую субботу во всем мире отметили День волонтеров. В нашем муниципалитете добровольчество очень развито, и число людей, кто помогает по велению души и сердца, постоянно растет. Поздравляю, люблю это движение, сама участвовала. Очень крутые ребята, всегда активные, позитивные. В общем, побольше бы таких. Всех поздравляю, желаю такой же активности. Екатерина Коваренко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!